Традиционная планерка началась не совсем традиционно, с награждения. Нагрудным значком МЧС России отмечен глава города Анатолий Пахомов и ряд сотрудников службы спасения Сочи. Ну и первый же вопрос основной повестки совещаний, бюджет курорта, точнее его исполнения за первый квартал. Оказалось, что не все управления выполняют план. В причинах мэр потребовал разобраться в 10-дневный срок. От финансов перешли к предстоящим праздничным мероприятиям. Тема номер один сегодня в Сочи, как и во всей стране, предстоящий юбилей победы. По инициативе главы города участники Великой Отечественной войны начали получать единовременные выплаты. На это муниципалитет выделил 11 миллионов рублей. 50% выплат уже сделали по постановлению по единовременной выплате. Из 6 тысяч мы уже 3038 человекам заплатили. Единовременную выплату работа продолжается. По ремонту жилых помещений у нас теперь 80 квартир ветеранов, которые делаются 80, из них 25 в ремонте. То есть продолжается, но главы все знают, до 1 мая… Есть те, которые вообще еще никто не зашел? Нет, таких нет. Под особым контролем оздоровление ветеранов с натурья города. Из 550 человек, которые подали заявку, порядка 400 уже поправили здоровье в сочинских здравницах. Подходит к концу и работа на мемориальных комплексах. Их на кроте сегодня 218. Средства на это выделил муниципалитет и меценаты. Надо объехать и посмотреть. Значит, Анатолий Николаевич подключится с депутатами к этому вопросу, к контролю. Вы договоритесь как? Он поручит, проедут, посмотрят, пофотографируют все эти памятные места, чтобы нам уже было понятно и не стыдно. А то, может, доклады хорошие. А по 9, которые в ремонте за наши деньги, я их сам посещу. В честь юбилея Победы всем ветеранам-сочинцам будут вручены и памятные медали от города. Их уже доставили в Сочи. В скором времени заслуженные награды и поздравительный адрес от мэра придут каждому адресату. Что касается программы празднования 9 мая, пока был представлен черновой вариант. Как только будут утверждены все пункты списка, на курорте появятся афиши мероприятий, посвященных Великой Победе. Напомню, основные торжества будут проходить два дня. Но уже 6 мая они начнутся с открытия памятника воину-сочинцу в Комсомольском сквере. Говорили на совещании о старте курортного сезона. Народные гуляния запланированы на весь день. Центральным же событием станет карнавальное шествие с участием цирковых артистов. И, возможно, даже из разных городов России.